Осознание особенностей своей культуры и память об исторических событиях называют культурной самоидентификацией. Дерево не может существовать без корней. Сохранять и передавать из поколения в поколение память о предках просто необходимо. В эту субботу в Кинишме состоится большой праздник – 400-летие восстановления российской государственности. Мы даже себе не можем представить, насколько разорена вот этими событиями была страна. Какие были зверские насилия, какие происходили вообще дикие сцены прямо на территории непосредственно нашей, в том числе Ивановской области. И не знать об этом, и не извлекать уроков из подобных вещей – это, я считаю, по крайней мере, легкомысленно. Ивановская область долгое время была центром изучения периода смутного времени. Регион связан с именами таких исследователей, как граф Бутурлин или Иван Цветаев. Именно в Кинишме память о событиях давнего прошлого сохраняют особенно тщательно. Кинишма – один из немногих городов Верхнего Поволжья, которые не встали под знамена польско-литовских захватчиков и оказали жесткое сопротивление им. Детям о значительной веке истории будет рассказано более подробно. Создан у нас издан учебный фильм о вкладе наших предков, жителей Ивановской земли в эти события, которые мы будем показывать. Этот учебный фильм создан для всех школьников, будет показан во всех школах нашей области. Программа празднования представлена довольно обширно. На протяжении всего дня будут организованы различные представления, молодежные фестивали, открыты выставки, посвященные возрождению страны из плена смутного времени. Завершится торжество театрализованным концертом и праздничным фейерверком на набережной Волжского бульвара.